Как вы думаете, что необходимо для хорошего романтического вечера? Да, сегодня мы поговорим именно об этом. И это имеет прямое отношение к советам для практики всем тем, кто любит слушать подкасты «Библия. Читаем вместе». Итак, вот три составные для хорошего романтического вечера. Первое – это место. Второе – это время. Третье – это состояние сердца. Согласитесь, что если для завидания вы выберете неправильное место, место, где вы хотели бы уединиться, а вам все время кто-то мешает, кто-то отвлекает шумно, кто-то рядом ругается или ссорится, это обязательно будет отображаться на качество вашего времени и общения. Если вы выберете неправильное время слишком рано или слишком поздно, когда ваш собеседник уже засыпает, потому что просто устал после рабочего дня, или ваше время свидания крайне ограничено, у вас есть всего лишь 10 минут, фактор времени крайне важен. И, как мы уже сказали, фактор состояния сердца, настроение обеих сторон также будет важным для проведения хорошего романтического времени общения. Что общего между этими тремя составными и дисциплиной чтения Библии? Вот что. Эти три пункта крайне важны для того, чтобы вы могли получать наслаждение от вашего общения с Богом, говорящим с вами через Его Слово, для того, чтобы вы могли получать максимальный эффект в вашем чтении и размышлении над Писанием. Вам необходимо отделить конкретное время, найти конкретное место и уметь готовить свое сердце перед тем, как вы приступите к чтению Писания и размышлению над ним. И если вы будете небрежны к этим трем пунктам, и у вас не будет обозначено никакого конкретного времени, и вы даже никогда не планировали этого времени, у вас просто где-то там на подсознании есть понимание, да, мне нужно читать, но когда, ну, когда получится, в таком режиме у вас будет получаться крайне редко. Точно так же будет касаться и вопроса места. Вам лучше всего найти то место, в котором вам будет максимально удобно, и вам необходимо отнестись серьезно к каждому из этих пунктов. Вам важно найти для себя максимально удобное место, где бы вы могли проводить это время в чтении и размышлении над Писанием. И, может быть, для этого вам понадобится попробовать провести это время в чтении Писания в одном месте, в другом месте, в третьем месте, чтобы в результате определить, в каком месте вам лучше всего и комфортнее всего проводить это время. Для кого-то это может быть его спальня, кому-то удобно это делать на кухне, кому-то, может быть, неудобно это делать дома, а он любит это делать, уединяясь где-то в кафе, где он привык по утрам останавливаться перед работой и с чашечкой кофе садиться и 15-20 минут провести над чтением Библии. То есть вопрос нахождения максимально удобного и комфортного времени для вас. Место, в котором бы никто вас не отвлекал и никакие раздражители не уводили ваш фокус внимания от размышлений над Божьим Словом. Этот пункт крайне важен. Точно так же, как вам важно найти максимально удобное время для вас. Время, когда вам легко, легко и комфортно. Может быть, это будет раннее утро. Может быть, это будет днем. Может быть, это будет во время обеденного перерыва. Может быть, это вечернее время. Пункт со временем вам так же нужно будет определить для себя лично. Итак, нахождение максимально удобного места, нахождение максимально удобного времени для вас – это инициатива, которая должна будет исходить от вас. Ищите. Если вдруг вы попробовали, и то место, в котором вы попробовали, вам не подошло, все в порядке, оно просто вам не подошло. Попробуйте найти другое место. Вы решили просыпаться утром, но проснувшись утром и начав читать Библию, вы засыпаете – ничего страшного. Измените время. Значит, это раннее утреннее время не подходит вам для чтения и размышления над Писанием. Измените время. Но не оставляйте эти пункты без внимания. И, конечно, третий пункт – состояние нашего сердца. Это крайне важный пункт, потому что от того, с каким сердцем мы приходим на общение с Богом, от этого будет зависеть и качество нашего восприятия того, о чем Бог может говорить с нами через свое слово. И вы спросите – ну а как мне готовить состояние моего сердца? Лучше всего вы можете это делать в тихой молитве перед Господом. Что из себя должна представлять эта молитва? Попробуйте наполнить ее максимальным благодарением. Благодарением Бога за Его отношение к вам, за то, каким Он явил себя в своей доброте, милости, благости к вам. Попробуйте наполнить вашу молитву благодарением максимальными пунктами, которые будут вращаться не вокруг прошений, не вокруг слез, не вокруг сожаления о прошлом, а только вокруг благодарения Бога. Попробуйте возвеличивать Бога, восхищаться Богом на основании тех истин, которые вам известны. Хвала, поклонение и благодарение Бога, исходящее от искреннего сердца, поможет вам готовить свое сердце перед чтением Божьего Слова. Итак, для того, чтобы у вас получалось максимально качественное время в чтении и размышлении над Божьим Словом, используйте для себя эти три пункта. Найдите ваше место, найдите максимально удобное время для себя и научитесь приготовить свое сердце перед тем, как вы приступите к чтению Священного Писания. Вот совет, который вы можете внести в свою личную практику. А на сегодня все. Всем хорошей практики и благословений!